Международный аэропорт Курумыч стал более доступным для пассажиров городского транспорта. На линию по 78 маршруту вышел еще один автобус. Теперь вместо двух-три пассажирских Лиаза будут ездить с Барбошной поляны через аэропорт до поселка Береза каждый час. Воздушные ворота областной столицы стали доступнее. Увеличено количество автобусов на маршруте номер 78. Машины новые закуплены в этом году. Автобусы стартуют каждый час с Барбошиной поляны. Жителей отдаленных районов города новость порадовала. Очень удобно, особенно для нас жильцов. Нам всем очень удобно. Мы уже обрадовались сегодня, узнали. Хорошие новости и для тех, кто едет в аэропорт Курумыч. Теперь автобус 78 маршрута заезжает и на привокзальную площадь. Остановка всего в нескольких метрах от нового терминала. Современные низкопольные автобусы оборудованы наклонной платформой, по которой без труда можно закатить в салон, скажем, тяжелый чемодан. Пассажиры говорят, это не только удобно, но и выгодно. Минутное дело. Пассажиров сели в автобусы, поехали. Очень удобно. И никаких не такси, ничего. И надо переплачивать деньги. Новые введения пришлись по душе и водителям. С увеличением подвижного состава на маршруте у них появился перерыв на отдых. Сделали расписание, приемлемое расписание, нормальное. То есть есть время отдохнуть, межрейсовый отдых есть. И как бы скоростной режим полностью соблюдается. Нормальное расписание, рабочее. При составлении нового расписания подумали и о людях, живущих в отдаленных районах города. По просьбам горожан, автобусы 78 маршрута будут ходить на час дольше. Время работы маршрута мы увеличили на один час. То есть теперь последний автобус отправляется с Барбошиной поляны в 20.20, а из поселка Береза в 21.30. То есть я считаю, что тоже очень хорошо для того, чтобы из отдаленных районов люди могли попасть в город. Стоимость проезда по-прежнему 20 рублей. Кроме того, можно воспользоваться транспортными картами и всеми видами льгот. Всего в этом году в городе появилось более 80 автобусов. Они приобретены на средства бюджетов всех уровней. В марте губернатор Николай Меркушкин и глава администрации Самары Олег Фурсов передали ключи от новой техники муниципальному перевозчику. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События. Бюджет Самарской области на 2015 год увеличился на 2,5 миллиарда рублей. Средства, выделенные из федеральной казны. Эти деньги направят на финансирование социальной отрасли и дорожное строительство. Так, более миллиарда 300 тысяч рублей пойдут на строительство и реконструкцию дорог. Также деньги направят на развитие дошкольного образования, строительство детских садов, физкультурно-спортивных комплексов в Самаре и Тольятти на поддержку сельского хозяйства, оказание высокотехнологичной медицинской помощи жителям региона. Мы самый переломный момент преодолели кризиса. И об этом и вчера на Совете законодателей нашей страны президентом было сказано и подчеркнуто. И поэтому я думаю, что экономика будет постепенно наша выправляться. А это, в свою очередь, будет способствовать реализации и выполнению тех планов развития нашего региона и в целом страны, которые намечены. 250 жителей губернии за прошедший месяц пострадали от укусов клещей. Среди них почти 80 детей. Сотрудники Роспотребнадзора советуют горожанам правильно выбирать места для отдыха, а главное – соблюдать простые правила на природу, одевать светлую одежду и пользоваться репеллентами. Охота началась. В Самарской области проснулись клещи. За помощью к медикам обратились более 250 человек. От укусов насекомых страдают и животные. Клещи поджидают свою жертву в кустарниках и высокой траве. Чтобы отдых на природе не омрачился укусом клеща, нужно использовать специальные репелленты и быть внимательным. Обязательно правильно одеться. Желательно одеть светлую или однотонную одежду, потому что вы знаете, что увидеть клеща на светлой одежде гораздо легче. Нужно быть очень внимательным и к себе, и к окружающим. То есть нужно обязательно смотреть, может быть вы увидите клеща, пока он еще ползает. По словам специалистов, пик клещевой активности делится на два периода – первый в апреле-май, второй в августе-октябре. В это время нужно быть особенно бдительным. Для укуса клещ выбирает тонкие участки кожи, к примеру, на шее или голове. Специалисты рекомендуют всем, кто отправляется в парк или на дачу, осматривать открытые участки кожи каждые два часа. Тем же, кто уезжает в Тайгу или Сибирь, необходимо сделать прививки. Если человек вынужден выехать в очаг, но он не знал, неожиданно для него, тогда допускается ускоренная и экстренная схема, когда, например, можно ввести вакцину, следующее введение через неделю, третье введение через 21 день, и тогда уже быстрее формируется иммунитет. Ежегодно в медицинские учреждения области с укусами клещей обращаются около 5000 человек. Как показывает практика, каждый пятый клещ заражен энцефалитом или клещевым боррелиозом. Однако своевременная помощь медиков сводит последствия от укусов к минимуму. Летальных случаев в Самарской области не было. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков, События. 29 апреля в Самаре завершается отопительный сезон, при этом горячую воду на майские праздники отключать не будут. С 12 мая энергетики приступят к поэтапным гидравлическим испытаниям тепловых сетей на прочность. Горожан просят не находиться рядом с трубопроводами и тепловыми камерами. Кроме того, энергетики рекомендуют не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобили. Информацию о выходе пары или воды на поверхность земли просят сообщать дежурному диспетчеру. Тем временем Самара в предвкушении, пожалуй, главного события этой весны – празднование юбилея Великой Победы. 50 тысяч ветеранов Самарской области в этом году получат юбилейную медаль «70 лет победы в Великой Отечественной войне». Она учреждена указом президента страны. Одними из первых награды из рук губернатора получили солдаты, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда. Цветы, подарки и слова благодарности ветераны Великой Отечественной войны получают юбилейную медаль. Агафья Константиновна Иванова начало войны застала в Ленинграде. Ей было всего 14, когда город взяли в кольцо. Те голодные месяцы оставили отпечаток в памяти на всю жизнь. В блокаду Агафья Константиновна работала в детском саду. Во время бомбежек прятала малышей, не успевших покинуть город. В 42-м эвакуировалась в Куйбышев. День, когда объявили, что война окончена, до сих пор один из самых радостных в ее жизни. Это было великое счастье, это такая была радость, это был завод. На заводе буквально все вышли на площадь, нас поздравлял директор, потом всех рабочих поздравлял. Потом накрылись столы, музыка была, танцы были, кто плакал, кто радовался. Первые юбилейные медали 70 лет победы получили 27 ветеранов. Среди них солдаты, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда. Награды вручал губернатор области Николай Меркушкин. Я хотел бы выразить вам с начала самого слова огромной, в целом, благодарности за ваш подвиг, за ваш труд, труд в тылу, труд во время войны. Нынешнее поколение сделает все для того, чтобы кровь пролитая не оказалась бессмысленной. Всего памятными медалями в Самарской области будут награждены 50 тысяч ветеранов. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. В преддверии Дня Победы ученики 37-й Самарской школы подготовили послание потомкам. Капсулу заложили в одну из стен учебного заведения. Вскроют ее только через 30 лет. Отмечу, что эта традиция продолжается в школе уже не одно десятилетие. Небольшая гранитная табличка на стене школы хоронила капсулу с посланием потомкам долгих 20 лет. Ее заложили ученики старших классов в год празднования 50-летия со дня окончания Великой Отечественной войны. Теперь о ней уже взрослые люди пришли, чтобы вспомнить, как это было. Было очень почетно. И дожить до этого времени, прочитать слова, увидеть свою роспись, увидеть в школе своих учителей, с которым закладывали эту капсулу, ну это большая честь. Оставить свое послание будущим поколениям решили и современные школьники. Они заложили в стену школы новую капсулу. Ее вскроют на столетний юбилей Великой Победы. Они нам завещали мир, и мы следующим поколением тоже завещаем мир, дружбу, солнце и здоровье. После торжественного митинга школьники отправились на просмотр фильма о войне. В документальной ленте собрана редкая хроника с полей сражений. Сама хроника была снята в годы войны нашими операторами фронтовыми, в том числе и Куйбышской студии кинохроники. Хроника, она передает всю вот эту правду войны. Поэтому у меня очень большая просьба, в первую очередь, наверное, к старшеклассникам, но и к самым нашим юным школьникам внимательно посмотреть. Потому что лучше и правдивее ничего нет. Документальный многосерийный фильм «Великая Отечественная война» до 9 мая посмотрят все самарские школьники. Лариса Шалафаст, Сергей Баскин, События. Самарские нотариусы ко Дню Победы высадили на пересечении улицы Осипенко и Новосадовой Аллею Славы. Теперь здесь растут 70 берез и 10 лип. Также представители нотариата установили закладной гранитный камень с памятной надписью. Березовая аллея теперь будет каждый день радовать ветеранов Октябрьского района. Иван Иванович Кириллов в годы войны работал на станкостроительном заводе. Делал мины и запальники для легендарных «Катюш». Появлению маленького березового сада очень не обрадовался. 70 берез по одной на каждую годовщину Победы теперь будут расти на пересечении Новосадовой и Осипенко. Выбирали деревья тщательно, чтобы прижились и долго радовали самарцев своей красотой. Выбор дерева символичен. На Руси издавна сажали березы на могилах воинов. Верили, что душа продолжает жить в дереве. А чтобы выразить эмоции, остановились на березах плакучих. Когда идет дождь, их ветки до земли, и по ним стекает вода. Ну, как бы в память, именно в память о погибших. Деревья вообще выращены здесь, в Алексеевском районе. Они уже здесь перезимовали не одну зиму, они двухметровые саженцы, поэтому это не первая их зима будет. Прекрасно, что сажаем деревья. Это березы, которые отражают душу, мне кажется, русского народа. Это исконно российские деревья, которые будут хорошим напоминанием тем годам, тяжелым, которые прожила наша страна в прошлом веке. Вместе с березками на аллее появились и липы. А среди зеленых красавиц установили гранитный камень с памятной надписью. Деревья сажали более сотни самарских нотариусов. К благому делу привлекли и детей. Артем Осанов взялся за лопату одним из первых. Говорит, сюда его привело неиссякаемое чувство благодарности. Поздравить ветеранов, помочь, сажать деревья. Это подарить подарки ветеранам за то, что они защищали нашу Родину. Затем, как растут молодые березки, нотариусы обещают пристально следить. Уверены, аллея славы станет одним из самых любимых мест отдыха горожан. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Подготовка к празднованию юбилея Победы сейчас в завершающей стадии. В этом году в Самаре впервые будет сформирован бессмертный полк. На параде на площади Куйбышева горожане с фотографиями своих родных и близких, участников Великой Отечественной, пройдут отдельной колонной. Жили долго и счастливо и умерли в один день с разницей в год. Историю своих бабушки и дедушки Наталья Алендукова не может рассказывать без слез. Михаил и Анна Макарова познакомились на войне и уже там поняли – будут вместе всю жизнь. Командир батальона сказал, что подождите, сейчас когда победу отметим, мы вам такую свадьбу сыграем. Свадьба, конечно, была такая внутри батальона, но они считают датой своего бракосочетания именно 9 мая. И всегда 9 мая для них был праздник двойной. Фотографии своих родных и близких, кто участвовал в Великой Отечественной войне, но не дожил до 70-летнего юбилея Победы, самарцы приносят в районные администрации, где их сканируют и печатают. За старым газетным снимком скрывается целая судьба. Николай Протопопов ушел на войну в 42-м году, дошел до Берлина и участвовал в его освобождении. Я его очень хорошо знала, он был такой очень чуткий, добрый человек. Очень много после войны проработал преподавателем. За 80 лет ушел на пенсию. В День Победы самарцы с фотографиями ветеранов сформируют бессмертный полк. Вместе с ними они пройдут отдельной колонной на параде на площади Куйбышева. Оцифровку фотографий и печать в районных администрациях проводят бесплатно. Фотографии приносят разного качества. Бывают на газетах, бывают профессиональные хорошие фотографии, сохранившиеся. В общем, качества разнообразные. Акция «Бессмертный полк» пройдет в Самаре впервые и обещает стать массовой. Только в администрацию Октябрьского района поступило уже несколько десятков фотографий. Марина Матвеевична, Сергей Баскин. События. Кроме того, в День Победы любой желающий сможет исполнить песни военных лет в составе сводного хора. Для участников зарезервировано 5000 мест на трибунах. Чтобы встать в музыкальный строй, нужно прийти на репетицию и разучиться вместе со всеми тексты композиций. Репетиции проходят в домах культуры, школах, младежных центрах. Песни военных и послевоенных лет. Патриотические и жизнерадостные мелодии. В День Победы над Самарой прозвучат свыше десятка любимых композиций. Хор из 5000 человек на языке музыки поздравит ветеранов с великим праздником. Это голос народа, это голос души. Ведь песня – это душа народа. Поэтому из песни слова не выкинешь. Вот через песню, через душу мы хотим сказать и ветеранам нашим сказать спасибо. Репетиции проходят в домах культуры, молодежных центрах, школах. Ребята поют группами по 100-200 человек. В хоре ученики колледжей, вузов и просто активные самарцы. Чтобы встать в музыкальный строй, достаточно прийти в хор и заявить о своем желании. Мне очень нравятся военные песни. Там передается душа, как было тяжело людям на войне. Их душевное состояние, как они переживали, как им было трудно. 5000-й хор 9 мая обещает покорить не только звучанием, но и внешним видом. Гостей ждет грандиозное зрелище. Ребята будут стоять все под российский флаг. Мы сейчас шьем 4000 накидок. И они под российский флаг будут стоять. Кадеты будут в своей форме, казаки будут в своей форме. В национальности, разной национальности будут стоять свои одежды. Генеральная репетиция, где соберутся все 5000 человек, состоится на площади Куйбышева накануне праздника Победы 8 мая. Алина Чемерис, Павел Пресняков, События. Подпевать сводному хору 9 мая будут, конечно, и сами герои. Многие, несмотря на возраст, по-прежнему в строю. Встречаются со школьниками, рассказывают молодому поколению о том, что пришлось пережить. И с удовольствием ходят в театры. Особенно, если актерам удается передать вкус Победы. Весна 45-го застала нас в небольшом подмосковном городке Серпух. Раненые солдаты пытаются хоть как-то поддержать друг друга. На устах у всех один вопрос. Когда же кончится война? Для персонажей спектакля она уже закончилась. Бойцы, томясь в госпитале, испытывают противоречивые чувства. Это о них спектакль «Красное вино Победы». Свою уникальную историю может рассказать каждый присутствующий в зрительном зале. Ветеран войны, труженица тыла Мария Дущенко в те годы была совсем девчонкой. Работала в амбаре. До сих пор вспоминает заведующего складом, который не дал умереть с голоду, выдавая зерно. Много не давал. Ну, пол-литровую баночку, если так вот. Вот это без разрешения, конечно, не брали, потому что мы знали, что за это будет. Но он сам нам разрешил. И вот, когда уходим, вот, возьмите за твой труд. Благодарны были. Даже сейчас вспоминаешь, что это все за это. А хватало вам вот это? Да, всякое бывало. Всякое бывало. Хватало и не хватало. И картошку мерзлую ели. Ветераны-активисты со всех районов города собрались в театре Самарская площадь. Посмотрели спектакль, пообщались, получили памятные подарки от Самарской городской думы. Те люди, которые сегодня собрались, большинство из них, наверное, войну помнят по детским воспоминаниям. Кто-то трудился в тылу. Но это как раз те люди, которые участвовали в том числе в восстановлении нашей страны после вот этой войны. И для нас всегда очень важно им оказывать заслуживающий их почет, уважение. Молоды душой и горячей сердцем. Эти люди, несмотря на свой возраст и одолевающие их болезни, до сих пор сохраняют боевой дух, активно участвуют в общественной жизни города и в патриотическом воспитании молодежи. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. И у меня на этом пока все. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. На заседании 30 апреля Центробанк, скорее всего, примет решение о снижении ключевой ставки. Предположительно, ее снизят до 12%. Сейчас она составляет 14%. Участники рынка и эксперты считают, что регулятор стал уделять больше внимания перспективам экономического роста и заморозки кредитования на фоне высоких ставок, нежели угрозам раскручивания инфляции. Между тем, кредитование в стране практически разрушено. При жутких процентных ставках и требованиях о страховании всего, что только возможно, кредит становится катастрофически невыгодным для населения. Кстати, о населении. По статистике, оно уже и так завязло в кредитах так, что никаким буксиром не вытащить. По итогам первого квартала 2015 года российские автовладельцы приобрели порядка 8,5 миллионов полисов ОСАГО. И это на 1,5% меньше, чем в прошлом году, сообщает агентство Автостад. По мнению представителей Российского союза автостраховщиков, уменьшение количества приобретенных полисов ОСАГО связано с экономической ситуацией в стране. Но почему-то ВРСА не обращает внимания на зверские цены, по которым теперь продают полисы. И, кстати, навязывание побочных продуктов тоже никуда не делось. В свете происходящего очень интересна позиция РСА, которая в упор не видит нарушения. И позиция правительства, которая допустила такой бардак в автостраховании. Российский фондовый рынок открылся во вторник без единой динамики. Индекс РТС опустился, индекс ММВБ подрос до отметки 1678 пунктов. Среди лидеров роста бумаги Северстали, НЛ Россия, МВД и Русала. Лидеры падения – акции Мечела, Эон Россия, Россетей и ОГК-2. Рост на российском рынке происходит на фоне негативного закрытия торговых площадок США, а также снижения фьючерса S&P. Курс доллара на 28 апреля – 51,46 рубля, курс евро – 55,87 рубля, золото стоит 1957 рубля за грамм, серебро стоит 26,21 рубля за грамм, цена нефти марки Brent – 64,30 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Мастера хоккея ЦСК ВВС преподали урок своим болельщикам. Глухие велосипедисты раскатают медали чемпионат России, а самарские пловцы завоевали 4 медали на чемпионате страны. В Москве прошел чемпионат России по плаванию. За Самарскую область выступали 18 спортсменов, на их счету 4 медали. Семен Макович выиграл золото комплексом на дистанции 400 метров с результатом 4 минуты и 18 секунд. На 200 метровке у него бронза. До первого места Маковичу не хватило всего лишь 0,8 секунды. Еще один самарский чемпион России – Александр Кудашов. Он первый финишировал бутерфляем на дистанции 200 метров. Такой же результат и в этой же дисциплине показала Мария Арсеньева. На чемпионате России по маунтинг-байку самарские паралимпийцы по слуху привезли первые медали. В шорт-треке первое место занял Алексей Кудрин. Иван Панчук стал третьим. В женской гонке весь пьедестал почета заняли самарские спортсменки – Ксения Калибина, Дарья Римзова и Виктория Шеревского. Впереди еще две гонки – индивидуальная и кросс-кантри. Со счетом 11-11 закончился выставочный матч между мастерами хоккея ЦСК ВВС и болельщиками самарского клуба. Игра проходила по правилам, но с некоторыми послаблениями для любителей. Три периода по 20 минут грязного времени, без силовой борьбы, а ворота фанатов защищал профессиональный голкипер ЦСК ВВС Никита Скатов. Одноклубники своего товарища по команде не щадили. Кстати, хет-трик на свой счет записал другой вратарь летчиков Александр Волков. В результате товарищеской игры первый период закончился со счетом 3-3, второй 6-6. В концовке матча обе команды оформили по две шайбы. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Субтитры создавал DimaTorzok